Доброе утро! В студии Кирилл Гусев и в ближайшие несколько минут поговорим о главных событиях Алтайского края. Прирост населения в Барнауле и других территориях региона обостряет вопрос достаточного количества детских дошкольных учреждений. Как решается этот вопрос в сюжете Константина Ганова. Вопрос нехватки мест в учреждениях дошкольного образования остается актуальным. Сегодня очередь в садике только по детям до трех лет и только по Барнаулу составляет 3820 человек. В Алтайском крае в рамках национального проекта «Демография» ведется строительство детских садов. В данном случае в текущем году с 2018 до 2019 год переходящие 10 детских садов яслей строятся в Алтайском крае. В том числе в городе Барнауле 5, 2 в городе Бийска и еще в Первомайском и Каменском районах. На эти цели из федерального бюджета выделено 1,835 млрд рублей. Здесь есть софинансирование искрового бюджета в размере 7% и также местные бюджеты. 10 детских садов – это более 2,5 тысяч мест только до конца 2019 года. Еще 14 в проекте. Эти объекты планируют сдать в эксплуатацию в 2021 году. Кроме того, в Алтайском крае дополнительно реализуется программа ремонта и реконструкции существующих учреждений дошкольного образования с увеличением количества мест в работе 40 объектов. Все это должно обеспечить не менее 8 350 мест в детсадах, но только к 2021 году. Сложность в том, что сами строители эти перспективы оценивают с осторожностью. Цены на возведение социальных объектов с участием бюджета могут не покрывать издержек. У нас в 2016 году был дан старт реформе ценообразования. Должна была заработать федеральная государственная информационная система. Она, плановый ввод ее не состоялся, но, по-моему, в конце 2018-го должна была быть введена. Перенесли сегодня на 2022 год в ввод этой системы. В результате получилось так, что сметная стоимость определяется, исходя из федеральных расценок и с учетом, опять же, среднего федерального индекса. Для нашего региона это идет занижение стоимости. А занижение стоимости объектов ведет к снижению качества и, естественно, вопрос становится по безопасности объекта. Это значит, что цены на строительство тех же детских садов определяют по старым правилам, без учета текущего уровня цен в конкретных регионах. В итоге сметная стоимость детского садика может быть ниже реальной на 15-20%. Более того, по словам экспертов в строительной сфере, за последние пять лет цены на стройматериалы всех групп выросли на 10-40%. Меньше всего подоржал кирпич – 10%. Цемент вырос в цене на 15-20%. А больше всего подорожал металл, коммуникационное и энергетическое оборудование. Все это не могло не отразиться на себестоимости строительства. Впрочем, в ходе недавней встречи губернатора Алтайского края Виктора Томенко со строительным сообществом этот вопрос озвучивался. И как по ее итогам пояснила сама Герасимович, они получили надежду на взаимодействие в решении существующих проблем и поставленных задач. Это значит, что программа «Демография региону вполне по плечу». Константин Ганов, Михаил Лифуншан. Новости. Теперь у гостей кинотеатров и библиотек будут обязательно спрашивать паспорт. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняла Госдума. Если у фильма стоит маркировка 18+, то контролеры кинотеатров будут строго следить за тем, чтобы несовершеннолетние не попали на сеанс. Документ придется показывать в том случае, если у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста. Закон также коснется различных зрелищных мероприятий с возрастной маркировкой. В библиотеках будут спрашивать паспорт, если в книгах и журналах есть запрещенная для распространения среди детей информация. Кроме этого, информационная продукция 18+, будет запрещена к распространению на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций. В единственном на Алтае агротуристическом кластере «Алтайские луга» получили первое потомство французских и канадских индюшат. Они содержатся на сибирском подворье. У канадских белые перья, у французских черные. Эти птицы требовательной температуры. До одного месяца они будут содержаться в специальных ящиках с обогревом, подсветкой, системой кормления и поилок, чтобы не замерзли. После будут содержаться в напольных вольерах. Сегодня в птичьем дворе комплекса обитают 400 индюшат. Недавно здесь произвели вторую закладку яиц в инкубаторе. В начале мая на свет появится еще около 500 птенцов. Нужно соблюсти все режимы инкубации и после вывода создать условия для того, чтобы вырастить здоровый молодняк. То есть, как я уже сказал, температура от 30 до 20 в течение месяца с постепенным понижением. И, конечно, сбалансированный корм прежде всего. На этом у меня все. Смотрите телеканал Катуин24 и хорошего вам дня!